Друзья мои, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина. И сегодня мы с вами поговорим о сперматоксикозе. Существует ли он и как понять, что именно вы столкнулись со сперматоксикозом? Действительно вопрос очень-очень интересный. Ведь не так давно с женщинами мы разбирали бешенство матки. И все так смеялись, удивлялись, многие оставляли негативные комментарии, что как вы про это говорите. Но ведь действительно сперматоксикоз существует, когда огромное количество тестостерона увеличивается в организме при воздержании достаточно длительном, а потом начинает снижаться. И здесь мы очень часто видим недостаток гормонов, таких как серотонин, дофамин, гормоны счастья. Недостаток пролактина. И как следствие сначала переизбыток, а потом серьезнейший недостаток тестостерона. Поэтому мы сегодня разберемся, кому же все-таки бояться нужно сперматоксикоза. У кого он наиболее часто встречается, такой серьезнейшая такая проблема. Потому что как такового диагноза такого нет. Но часто люди такой диагноз самостоятельно ставят. Вот что у тебя сперматоксикоз. Так вот, сегодня будем разбираться. Друзья мои, обязательно подписывайтесь на мой канал. Вдавайте интересующие вас вопросы, делите ваше мнение. Встречались ли вы с таким понятием. И мы с вами в следующих видео обязательно также обсудим. Также, друзья мои, в описании под этим видео ссылка на мой телеграм-канал. Жду вас там. Очень много интересной информации. Также регулярно провожу опросы. И регулярно мы там обсуждаем очень интересные новости в мире здоровья и медицины. Поэтому переходите, подписывайтесь и будете в курсе самых интересных новостей. Ну что такое сперматоксикоз? То есть, в простонародье, так сказать, называется проблема, когда у мужчины долгое время не было сексуальных контактов. Сейчас мы часто встречаемся с тем, что многие мужчины намеренно воздерживаются от сексуальных контактов. Да, то есть, так сказать, тестируют на себе, как же вот такое происходит. Кстати, очень часто я это встречаю даже среди многих блогеров. И они рассказывают о практиках. Да, что сначала, да, как бы работа мозга, работа нервной системы. Что сначала все мысли только о сексуальных контактах. Да, либидо высокое. И ты постоянно, постоянно про это думаешь. И потом постепенно, постепенно организм начинает от этого отходить. И постепенно, постепенно переключаться. Но, если мы говорим с медицинской, с физиологической точки зрения, то это не очень хорошо и не очень правильно. Не просто так есть секрет предстательной железы, который должен регулярно обновляться, чтобы не было застойных явлений. Потому что, действительно, сейчас огромное количество застойных явлений, застойного простатита. Да, когда различные происходят проблемы с потенцией, различные сексуальные дисфункции. Это же тоже определенная проблема. Но почему-то вот про это никто не говорит. И про это как-то вот умалчивается. То есть, что происходит? Чаще всего сперматоксикоз все-таки описывают у подростков. Да, с момента полового созревания. Когда вроде бы, как бы молодой человек превращается в такого молодого мужчину. Но понятно, что так и должно быть, что отношений у него нет, никаких сексуальных контактов нет. И поэтому здесь мы видим все признаки полового созревания. Да, то есть, это угревая сыпь, это депрессия, это резкие изменения настроения. Сначала это сильное сексуальное желание, потом это отрицание сексуального желания. Это, кстати, для родителей подростков, да, что часто, когда родители застают там своего подростка за какими-то там просмотрами фильмов или еще чего-нибудь, у них начинается такой вот, как бы, как это так происходит, да. То, что есть половое созревание, которое заложено физиологически. И в этом, в принципе, это гормональный фон, который меняется. И, конечно же, подросток чувствует эти изменения в себе. И, конечно же, серьезно вот эта перестройка, мы видим изменения в серотонин-дофаминовой системе. То есть, здесь они вот считают, что вот у нас нет счастья, вот эти депрессивные состояния. Вот на это, пожалуйста, обращайте внимание. Это такой очень-очень яркий симптом. И, кстати, у многих мужчин вы тоже это можете увидеть. При длительном воздержании здесь идет отсутствие энергии, отсутствие вообще какого-то стремления. Вот эта апатичность, депрессивность, негативизм такой полный, да. То есть, пассивность конкретная, что пассивность такая по жизни, что ничего не хочется. Почему? Да потому что вот спускается тестостерон. Как бы кто ни говорил, что тестостерон должен сильно-сильно расти, да. Он сначала идет серьезный всплеск тестостерона, там первые две недели. Потом резкий спад происходит тестостерона. И мы видим действительно сильнейший недостаток, да. То есть, тестостерон практически на самых-самых нижних границах нормы. Поэтому мы здесь видим и апатичность, и плохое настроение, и даже у мужчин прыщи, угри и так далее. Поэтому с этим нужно быть максимально аккуратно. Но когда особенно мы говорим про различные, там, испробовать всякие методы, там, на себе. То есть, будьте, пожалуйста, аккуратнее. И все-таки помните про физиологию. И что в норме это нормально. Регулярная половая жизнь со своей партнершей, да, в семье. И, соответственно, это, наоборот, огромный плюс для вашего здоровья. Друзья мои, специально для мужчин я разработала комплекс мужская мощь. Комплекс, который влияет на твою потенцию, на твое сексуальное желание, на твои сперматозоиды. И главное, повышает уровень твоего тестостерона. При длительном применении мы видим потрясающие результаты. Поэтому я вам крайне рекомендую. В своем составе содержит цинк, селен, витамин С, витамин Д3, натуральный экстракт джиншеня и ее химбина, которые являются природными афродизиаками и оказывают потрясающие эффекты с первых дней приема. Не только натуральный состав, нет ароматизаторов, тяжелых металлов и различных фенолов. Поэтому я вам крайне рекомендую. Успей заказать. Первая ссылка в описании под этим видео. Пробуй и ощущай потрясающие эффекты.